Скажите, почему вы курите давно ли начали? Курю, потому что нравится. Чтобы услышать эти ответы, пришлось провести на морозе немало времени. По данным Росстата, курят только 22% россиян. Ежедневно или от случая к случаю. Причем 5% из них не могут представить свою жизнь без никотина. Остальные уверены, бросят как только захотят. Так чего ждать, спрашивают медики. Международный день отказа от курения как раз в ноябре. Тем более весенний миф, что курильщики болеют коронавирусом легче и без последствий, давно развеян. Исследования показывают, что курильщики, по большому счету, переносят ковид тяжелее. И кроме исследований есть еще и здравый смысл. Ведь, допустим, связь курения с ХОБЛ, хранической от пустынной болезни легких, и другими бронхолевочными заболеваниями, она не вызывает сомнений. Она доказана достоверно. Связь этих заболеваний легких с тяжестью и летальностью от ковида тоже не вызывает сомнений. Ежегодно общая доля курильщиков в России падает. На это влияет и рост популярности здорового образа жизни и политика государства. В этом году в список запретов добавили и кальяны. Штраф за их курение в общественном месте для физических лиц – до полутора тысяч рублей. Для владельцев кафе – до сорока тысяч рублей. Тем не менее, Россия, по данным ВОЗ, остается в топе пять самых курящих, уступая лишь Китаю, Индии, Индонезии и США. Самый курящий регион страны, по данным Росстата – Чукотка, почти равнодушный к табаку жителей Чечни. 63-й регион где-то посередине. Порядка 60% жителей Самарской области никогда не курили. Ну я не курю, никогда не курила. Муж у меня тоже не курящий. Поэтому как бы мы против, конечно. Я вообще не курю, я спортсмен так-то. Никогда не пробовали? Нет. Ну один раз кальян только. Она не понравилась, вредная вещь. Зачем его курить? Дыхалку портить. Вредно? Курить вредно. Я считаю, что это нехорошо. По словам врачей, главное в отказе от пагубного пристрастия не бросать поэтапно, а решиться раз и навсегда. Причем за поддержкой можно обратиться к медикам. Они составят индивидуальный план лечения. Использование таблетированных препаратов, и использование пластырей, и подключаем там и дыхательную гимнастику, и консультацию психолога. То есть вот так вот сказать, что только на таблетках можно бросить – нет такого. Здесь самое главное – подвести пациента психологически к этому процессу, к началу отказа от курения. Польза от разлуки с сигаретами не заставит себя долго ждать, рассказывают врачи. Нормализация газового состава крови произойдет уже в первые часы, прожитые без табака. Через несколько дней восстановится обоняние и вкус, а через месяц восстановится работа сердечно-сосудистой системы. Абсолютное очищение от смол и никотина произойдет через полгода. Бульфия Сафина, Константин Головин. События.